здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на фоне черной стены моей мастерской меня зовут зайцева валентина сегодня я решила снять для вас небольшое видео из мастерской и еще напишу две работы небольшие мастер-класс будет смотрите какая прелесть меня тут стоит вчера написала вот такого медвежонка пандочку такая детский такой рисунок такими вот мазками это я почистила палитру и что-то я вчера писала заказы думаю надо как-то разнообразить ассортимент и магазин выводить в топ по разнообразию ассортимент то есть давить на то что у меня в магазине есть абсолютно все темы и вот написала такую пандочку никогда в жизни раньше панда не писала мне понравилось сегодня я полдня делала два холста такие вот два холста размер одного где-то 70 на 70 я сейчас только проклеила два слоя проклейка за грунтую вечером чтобы завтра можно было заказ написать и такой вот второй холст это 50 на 70 тоже заказ заказ из россии этот секс и заказ это из россии вот буду писать две работы и хотела даже что-то вот уже и заказов написать не понимаю что и времени уже много пол четвертого пол пятого я выезжаю за сыном и силы заканчивается вот раньше я этим этими двумя холстами разминалась перед рабочим днем то есть приходила в мастерскую натянул быстро два холста там проклея и пошла там заказа писать сегодня мне моих сил хватает только на два холста приготовить обед и вот еще маленькие работки написать здесь я загрунтовала несколько картонок для будущих миниатюр вот картонки ну таки я сегодня наконец-то прибралась мастерской ну это так мама если просто по все разложила по полочкам чтобы на полу ничего не валялось и покажу вам мастерскую свою хотя конечно тут работы еще очень много ну начнем с моей любимой черной стенки здесь это как бы моя фотозона и просто место где можно прислонить холсты дальше у меня идет такой вот рабочий стол здесь я в основном либо фотографирую либо упаковываю картины такой вот самодельный стеллаж с кисточками небольшое окно и вот непосредственно рабочий стол где я пишу работы все снизу ящики с красками и вот такая вот выкатная этажерка слева дальше стеллаж немножко недоделанные еще надо его докрасить и здесь у меня будет различная атрибутика стоять для фотосъемки а вдоль вот этой стены у меня идут стеллажи полностью вся стенка в стеллажах тело же я покупала в леруа и в костерами часть привезла вот из екатеринбурга даже до самого самого потолка заполнены всякой всячины нужно сячи на нужный много всего но зато знаете друзья всегда вот все есть под рукой поэтому вот такая мастерская давайте еще по свету многие интересовались какое у меня освещение у меня на потолке 4 маленьких лампочки света от них ну катастрофически мало поэтому окно маленькая я дополняю свет прожекторами вот здесь вот у меня висит два прожектора светодиодных и вот с этой стороны у меня прожектор вот он светит и на черной стене тоже вот эти лампочки они довольно яркие все это дает свет чтобы ну хорошо писать спокойно конечно при естественном свете лучше пишется ну что делать приходится как-то выходить из ситуации вот с искусственным светом но давайте приступим к написанию двух работ я уже подготовила палитру почистила кисти и так что я буду сегодня писать сегодня я напишу две небольшие работы вот на таких картонках загрунтованные они белым грунтом сейчас даже я скажу точно какого они размера 18 на 22 сантиметра в дюймах это 7 на 9 7 на 9 я буду писать вот таких вот гусей но не сразу двух двоих а сначала одного кистью а потом другого мастихином два таки скетча будут быстрых сколько у меня на все это время есть час 15 час нас сейчас 20 примерно чтобы написать и вот такие вот работы какие окраски буду использовать я их этих гусей взяла не случайно их прикреплю чтобы вам было лучше видно хорошая фотография здесь по цветам то есть ярко выражены видны цвета синий голубой сиреневый холодный и на контрасте с теплыми с бежевым с телесным с оранжевым ну и красный там клювики лапки вот очень понравилась мета фотограф по цветам поэтому я буду использовать следующие краски немного охра светлой выдавлю охру я использую фирмы ладога маска ричневый темный выдавливаю немного чтобы не засушить ну без черного я никуда глазки например дать делать черного плоскогубцы плоскогубцы мне помогают выдавить остатки краски не знаю насколько мне пригодится зеленая веридоновая но я ее тоже выдавлю она у меня всегда на палитре присутствует либо зеленая русская вот одна из двух так по синим оттенком пошли голубая fc голубую fc я использую фирмы подольск единственная краска у подольска которая мне очень нравится больше его подольск ничего не использую королевскую голубую фирмы мастер класс фиолетовую гамму гамму мне нравится фиолетовая выдавлю немножко небесно-голубой ну скорее всего она мне не понравится или понадобится ну пусть будет на палитре и ультрамарина маленько вот это по голубым оттенком так желтая у меня это будет кадми желтый светлый чуть-чуть и такая оранжевая кадми оранжевый гаммовский это для клювиков и для вот этих вот рефлексов на гусях так кадми красный средний здесь у меня еще этот все из головы пола название цвета ну все все выдавила можно приступать к работе чуть-чуть будет под углом не страшно так первое что я сделаю я намечу силуэт гуся беру прямо такой вот сильно разжиженный марс и начиная таким вот угловатыми линиями искать форму и сразу же композицию то есть гусь не должен близко быть краю и не должен как бы вылазить даст влево вправо он должен быть полностью закомпонован на бумаге в данном случае у меня тонко если мне что-то не нравится я тут же это могу стереть спокойно бумагой но в моем случае я салфетка пользуюсь бумажной фотографичной схожести нам не нужно не советую пользоваться карандашом пытаться нужно друзья искать форму вручную можно конечно если вы совсем уж начинающий художник сделать копирку понимаете да это то есть положить копирку перевести там распечатать на фоне на формате на котором вы рисуете и уже рисовать если ну совсем плохо ну так лучше конечно учиться искать форму это не с натуры до вживую это будет развивать вашу ваше умение вообще я обычно друзья сейчас это уже с мыслями немножко путаюсь потому что ушла в рисование вот примерно так схожести прям фотографично не нужно это не портрет мы сейчас пишем образ гуся так ты назвала дальше беру кисть чуть пошире использую я кисти фирмы рублев это щетина в данном случае взять 14 номер и теперь я начну вводить свет начну голубого фона макаю я в масленку с льняным маслом без использования различных растворителей так вот все таки вот этот вот небес на голубую взяла немного приморала его марсом и вот таким вот движением обозначила воду с этой стороны и с другой стороны тоже все кисть вытерла немножко возьму королевской голубой смешаю с тем замесом которым я только что был добавляю масло чтобы кисть не было такой прямо масса не батку сухой на кисти чтобы она хорошо ложилась одним мазком и добавляю еще мазки прищуриваясь картинки смотрю что шея темнее воды вот в этом месте вода светлее чем сама шея поэтому я добавляю немного белил замес я не мешаю видите прямо вот тут вот я мешаю немножко чуть ниже замеса чтобы у меня остался и этот замес и новый замес и возможно я им еще воспользую возможно не буду пользоваться положила один носок чуть-чуть кисть вытерла и с другой стороны также все и таким образом я сейчас наберу массу фона возьму немного бежевого телесного белилами смешаю на кисти у меня помните остался еще голубой цвет поэтому вот вводим немножко теплых оттенков воду это у нас такой быстрый эскиз кейч как хотите от называйте поэтому тут мы ничего не прорабатываем и сейчас я буду друзья просто интуитивно что это вот вы писать возможно сложно мне это будет объяснить ну просто остается вам поверить мне моей кисти так скажем что я делаю обычно это этот процесс он он всегда у меня такой конечно иногда я думаю если это какой-то там заказ что-то сложное но обычно вот голова немножко отключается в процессе и я просто вижу цвета цвета краски те кто со мной давно уже знают что они у меня примерно всегда одни и те же и они сами собой намешиваются и потом кладутся на холст все это конечно приходит с опытом нужно только тренироваться сразу желтый пошел каравку как видите я ну не жалею несколько мазков этого мощения она у нас светится на солнце самое светлое место второе светлое место после вот этой спинки поэтому чуть-чуть я этот свет мощения приморала желтый телесный голубой дав ему небольшой тон и постоянно вот вытираю хост о этот кисть сразу важен возьму кисти еще тоньше это тоже рублев уже семерка и начну накладывать укладывать как удобно цвет лапок кончиком кисти еще подходящий для меня цвет кладу его чуть-чуть у меня от селфи лампы отсвечивает все сейчас я поставлю на мольбер видели да сколько у меня источников света плюс я еще сейчас селфи лампу включила чтобы было лучше снимать так то я без селфи бы смогла написать ну чтобы вам было лучше видно я ее включила смотрите такая широкая широкая лапка получилось ее мы скорректируем за счет фона я беру кисть видите на кисть я не промываю я их просто откладываю а потом я просто к ним возвращаюсь и вот так вот подгоняю возможно можно поменьше взять кисточку ладно так дальше следующий кисть беру чтобы положить несколько мазков уже вот этого нижней части уса она если прищуриться прям такая вот светится это вот куда оранжевый с желтым прям вот хочется вот такой вот положить цвет и тут же вот на лапку его маленько уже примаранный вот а дальше пошел сразу же вот холодный прямо не вытирая эту же кисть я беру замес который у меня тут уже есть королевский голубой с белилами немножко еще белил добавляю тут же этот оранжевый замешивается и кладу уже рядом этот цвет получился хвостик абсолютно белый прямо увидите так светит светится белилами этой же кисточкой я беру белила кладу этот хвостик и пошел тот же цвет он не чисто белый он все-таки немножко примаранный всеми вот этими цветами с кисти которые ушли сюда толщину хвостика я покажу это вот марсом разбеленным слегка любого сюда добавлю оранжевого какая толщина смотрите дальше шейка она темнее чем вода вот в этом нашем случае вмешиваю сиреневый наверное чуть посложнее сделаю добавлю чуть-чуть черного прям капельку марса и охры чтобы она не была шейка как вода немножко посложнее вот но с этой стороны она конечно рефлексует шейка и она уже светлее воды тут мы замешиваем либо новый цвет либо берете уже из полученных то есть на палитре у нас образуется много много разных цветов и довольно таки они как бы тут густо у нас уложен поэтому мы их используем уже в процессе работы чуть посветлее воды так но сама голова она тоже белая на свету чуть-чуть примарывая ее телесным возможно кисточку можно и потоньше брать уже так вернусь немножко к воде вот небес на голбу которая даже выдавливать не хотела уже закончилась поэтому я ее еще немножко добавлю на палитру пробуйте друзья вот методом вот такой мозаики не перекладывая раз за разом цвет на цвет а вот в один подход класть мазки то есть положили мазок подправили форму до головы следующим мазком подправили низ головы конечно они друг на друга накладываются мазки но не так как это вот в многослойной живописи многослойной живопись где нужно дать просохнуть до слоям тут мы этого не делаем они тут друг на друга заходят все равно остается такая вот мозаика так вот жалко то очень много сейчас краски на кисточке но что делать если я все начну красить вот этим цветом ну просто получится не интересно как минимум поэтому да приходится краску вытирать и замешивать новый цвет чтобы закончить вот этот вот этот краешек трамарин cc добавлю марса немножко охры к зеленовато синяя вода чуть-чуть масло добавлю и положу вот здесь вот такой вот мазок здесь могу поддержать чуть-чуть можно даже оставлять какие-то белые белые края у у картонки так как она должна быть по идее прогрунтована в два слоя не должно остаться от нее не должно не должны пойти жирные пятна от масла но это на ваше усмотрение можете заполнить полностью а мне нравится вот такая вот как бы незаконченность то есть это у нас эскиз поэтому и мы как бы не стремимся весь холл заполнить вот такие вот беленькие края можно оставить я вам разрешаю другие художники вам скорее всего этого не разрешат сделать когда я была на мастер-классе одного художника он прям ругался когда мы долго не заполняли вот эти вот краешки ему надо было все 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 что было заполнено сразу же то есть ты начал писать и ты уже должен заполнить весь холст а потом прописывать хотя он тоже так вот импас написал и немножко давайте сейчас ведем тень на фотографии она практически черная мы будем немножко экспериментировать я возьму марс возьму фиолетовую немножко ультрамарина и король ой королевской вот она слишком светло получилось но я щас попробую положить его до светловато поэтому еще можно добавить прямо черного чуть-чуть эх зря добавила этого в общем видите да друзья добавляю добавляя пока не найду подходящего мне цвета вот она хоть и темная но она не черная у меня день здесь я ее немножечко углажу разделенным уже ну давайте продолжим работу над телом гуся по идее мне уже на пора бы другую кисточку я пуша все у меня тут прямо раны но я вот вот рук у меня было в синим и продолжу ей работать таки вот одним мазком почти все тело я заполнила сейчас положу только тени нет так как это у нас такое шарообразная гусь да у него тело как это яйцо как шар поэтому здесь у нас свет тут у нас в тени и небольшой такой вот рефлексик рефлекс там прямо вот горячий такой рефлекс я вижу на фотографии я сейчас немножко конечно по цвету буду утрировать так как работа декоративно там она не такая ярко ну мне вот хочется ее такой сделать горящий и вот уже существующей краской я сверху накладываю на мазки если мне вот что-то вот не нравится все дорабатываю возьму еще кисть потоньше чтобы вот с лапками поработать довольно таки ограниченная у меня палитра если вы работаете более яркими цветами чтобы у вас любить когда много разных цветов пожалуйста экспериментируйте буду благодарны если вы покажете результат если вдруг захотите тоже таких гусей подписать мне всегда это интересно что получается после моих мастер-классов иногда мне присылают ну вообще ну совсем не то но я вижу что человек вдохновился просто мастер-классами захотел подобный сюжет написать и это еще даже круче когда вот вы вдохновляетесь сюжетом или техникой и пишите ну совсем свое так вот когда я рисовала рисунок до кисточка вот этот вот цвет принципе его можно как бы оставить раз это такой скетч ну я его все-таки замажу чуть-чуть он остался ну ладно так продолжу набирать форму некие на перышки сохнуть конечно этот гусь будет надолго уж очень много очень толстый слой мазков хоть не мастихином хоть кистью но все равно такой прям здесь я немножко использую самодельную белью то есть метод 50 на 50 с покупными белилами то есть я всегда использую ладогу вот такие белила ну вот тут у меня все что осталось поэтому чтобы вот этот мастер-класс снять я сейчас 50 на 50 смешала самодельными белилами но они ничем не уступают лада ладоги мне даже кажется иногда что они лучше вот мои белила чем покупные так чуть-чуть ищут зарабатываю ну давайте клювик сейчас напишем чтобы долго не зацикливаться так сколько у нас времени опа не укладываемся друзья на вторую картину поэтому второй гусь мастихином будет видимо в следующий раз жаль конечно что-то я увлеклась им ну это бывает как бы нормальная практика что не успеваешь немножко фону так я подправила клюв окраску масляную можно гонять можете править и править но не накладывать прям много много слоев иначе получится грязь а вот именно подогнать как бы вот подобрать уранжевый закончился вот ну давайте сейчас сделаю глазницу уже вот из того что из замесов которые есть на палитре то есть новых краски я не выдавливаю глазница то есть она как бы заглублена туда голове а сам глазик тоненькой кисточкой черным цветом вот и сейчас еще так свет погас на сэлфи лампе так свет сделали немножко еще покидаю краски на мордочку там там какой-то красненький аж в глазике есть рефлекс не рефлекс желтого мало выдавила очень красивые такие желтые на теле ладно ну все друзья буду его заканчивать еще парочку мазочков сделаю потом от себя все не писала я раньше вот так прям гусей была у меня одна работа году 18 наверное писала и и так вот все уверен больше не писала вот такая декоративная быстро не забудьте поставить подпись пишите комментарии завтра постараюсь другого гуся написать уже мастихином посмотрим какой будет лучше напишите кстати вы писали куда-нибудь гусей так ну все я уж тут что видимо начала сочинять все друзья пока до встречи в следующем видео а